Доброе утро, ребята! Всем привет! Это рубрика «Тайны шести континентов». Если вы любите удивляться и узнавать страшные и интересные секреты, смотрите внимательно! Марина, представляешь? Я узнал, что на самом верху Эйфелевой башни есть тайная квартира! Я тоже об этом слышала. Наверное, здорово жить на большой высоте и смотреть на маленькие домики города. Наверное. А давай отправимся в Париж и узнаем, как на башне оказалась квартира и почему она тайная. Давай! Полетели! Эйфелева башня во Франции – уникальное сооружение, аналогов которому нет больше нигде в мире. Ее высота составляет 324 метра. Башня была возведена в 1889 году и служила входной аркой Парижской всемирной выставки. Она звана в честь главного конструктора Гюстава Эйфеля. Предполагалось, что конструкция будет стоять на этом месте 20 лет. И потом ее уберут. Но башня стала настолько популярна не только во Франции, но и во всем мире, что ее решили оставить. Хм... Получается, что Эйфелева башня стала символом Парижа? Да, но не только символом. Сегодня это самое высокое здание в городе и, возможно, одно из самых известных сооружений во всем мире. И вот наверху такой известной башни находится тайная квартира, о которой долгое время никто не знал. Как так получилось? При строительстве башни на третьем ярусе Гюстав Эйфель построил квартиру. Сначала они знали только избранные друзья и коллеги самого архитектора. Хм... Любопытно! А как же она выглядела? Хи-хи-хи! Может быть, она была, как и башня, из железа? Железная мебель, железные картины, железная посуда! Хи-хи-хи! Ой, какой ты фантазер, Степашка! Она не была сделана из железа. Квартира представляла собой обычное жилище состоятельных парижан конца XIX века. Несмотря на то, что помещение было обставлено просто, в ней находилось все самое нужное для проживания. Стены были оклеены обоями, на полу ковры, несколько шкафов, деревянная мебель, небольшая спальня. Гюстав даже умудрился поднять туда рояль. И вот со временем о квартире узнали горожане. И стали очень завидовать Эйфелю. Могу себе представить! Мало того, что живешь в самом центре Парижа, да еще и в башне, на большой высоте, откуда открываются великолепные виды города. Ой, мечта! Именно поэтому люди хотели побывать в этой квартире. Но ее все равно никому не показывали. Многие состоятельные господа просили инженера сдать квартиру им в аренду хотя бы на одну ночь. Но Гюстав Эйфель всем отказывал. Наверное, она была ему дорога. Ты прав. Эйфель очень любил эту квартиру. В ней находилась маленькая лаборатория для проведения атмосферных измерений, физических опытов и астрономических наблюдений. За время проживания в квартире Гюстав Эйфель провел в лаборатории много экспериментов. К тому же в квартире он часто принимал гостей, близких друзей, а также коллег, гениальных инженеров и дизайнеров. Они пили чай и долго беседовали? Так и было. Кстати, точно известно о встрече в этой квартире Гюстава Эйфеля с Томасом Эдисоном. Ох, как интересно! Томас Эдисон – американский изобретатель. Именно он разработал электрическую лампу накаливания, усовершенствовал телефон, создал фонограф и другие знаменитые изобретения. Я думаю, им было о чем поговорить с Эйфелем. Их встреча произошла 10 сентября 1899 года и длилась примерно 10 часов. Они обсуждали свои изобретения и проекты. Во время визита Эдисон подарил Эйфелю одно из своих первых звукозаписывающих устройств. Сейчас в квартире при помощи восковых фигур воссоздана сцена этой встречи. Там же есть и восковая фигура дочери Эйфеля Клэр. Значит, можно увидеть квартиру и в наше время? Конечно. Для посещения туристов ее открыли недавно и вернули первозданный вид. Правда, посмотреть на квартиру можно только через окно. Ну вот, мы и разгадали секрет тайной квартиры Гюстава Эйфеля. Ребята, о каких интересных местах на нашей планете хотели бы узнать вы? Напишите нам. Вместе мы их обязательно найдем. На каком бы континенте они от нас не прятались.